Все б хорошо, но крыша подвела. Заведующая 325 детским садом показывает специальной комиссии пятна на потолке в некоторых помещениях на третьем этаже. Течь появляется после дождя. Новое здание детского сада сдали в конце прошлого года. Раньше это был старый двухэтажный садик. Его перестроили полностью. Возвели два новых просторных корпуса. Количество мест значительно увеличилось. Сюда возят детей из поселка Мехзавод и из новых микрорайонов Самары. К тому же в детском саду организовано инклюзивное образование. Здесь воспитывают и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работают психологи, дефектологи, логопеды и врач-педиатр. Картину современного детского сада портят строительные недочеты, которые стали проявляться по весне. Фирма, которая строила здание, принялась за ремонт. Они пообещали, что к лету они устранят течь. Временно они ее приостановили, но в прошествии времени она пошла опять. Временные меры оказались неэффективны, но ситуация с детским садом на контроле у городских властей. Во время осмотра здания комиссия приняла решение, латать кровлю нет смысла. Подрядчикам поручено полностью поменять два участка крыши площадью по 200 квадратных метров. Причем все работы строители должны выполнить за свой счет по гарантии, которая длится пять лет. Подрядчику было сделано предложение кардинальным образом заменить крышу, которая дает протечки. Если это не будет сделано, этот подрядчик попадает в черные списки. Если не будет добровольном порядке, будет решение судебное, но мы это не оставим, мы это доведем до конца, чтобы дети жили в нормальных полноценных условиях. Подрядчики, в свою очередь, от обязательств не отказываются и обещают некачественную работу переделать. Все выявленные недоделки, которые предусмотрены, выявлены комиссией, рабочей комиссией, будут выполнены и устранены в рамках гарантийных обязательств. Самые кратчайшие сроки. За ремонтом установлен строгий контроль. Привести в порядок крыши и устранить другие недоделки строители должны до 1 сентября. Марина Кравцова, Константин Головин. События.